Такой чрезвычайной ситуации начальник МЧС по Томской области у себя в кабинете точно не ждал. Оперативники пришли к Михаилу Бегуну с обысками, искали доказательства получения крупной взятки за помощь бизнесмену. И нашли. Теперь оперативный штаб по спасению своего доверителя придется разворачивать адвокатом. Репортаж Артема Бякова. Сюда, в региональный следственный комитет, начальника главного управления МЧС России по Томской области, Михаила Бегуна должны привести сразу после того, как в его кабинете закончатся обыски. Правда, произойдет это не раньше среды. Оперативные мероприятия на рабочем месте генерал-майора внутренней службы затягиваются. В кабинете Бегуна сотрудники ФСБ появились под вечер. По некоторым данным, в это время начальник областного МЧС приготовился пересчитывать деньги, которые ему якобы принес подчиненный. По версии следствия, к Михаилу Бегуну обратился предприниматель, попросил помочь получить лицензию для ведения бизнеса. При этом у коммерсанта в работе были нарушения. А именно, отсутствовало необходимое оборудование. Начальник областного МЧС, по некоторым данным, намекнул, проблему решить можно, конечно, не за бесплатно. При этом деньги решил в руки сам не брать. Приказал сделать это подчиненному. И принести их в конверте в свой кабинет. Когда все условия были обговорены, рубли получил в полном объеме, пока сумма взятки в интересах следствия не разглашается. В результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере. Обыски в здании главного управления регионального МЧС проходили несколько часов. Пока неизвестно, какую позицию займет сам фигурант уголовного дела, выберет защиту, нападение или признание. По словам очевидцев, сейчас он находится в полном шоке от происходящего и с трудом объясняет, откуда взялись деньги в его кабинете. После всех оперативных мероприятий, Михаил Бегуна планирует отвести на допрос и там же в кабинете следователя предъявить ему обвинение. Стоит добавить эту спецоперацию по задержанию оперативники регионального УФСБ, разрабатывали несколько месяцев. А теперь столько же будут работать следователи Следственного комитета. За это время они допросят не только самого начальника Томского МЧС, но и всех, кто может быть причастен к этому делу. А также изучат главные улики, в том числе деньги, которые оказались в конверте. А еще в ближайшее время будет ясно, обратятся ли следователи в суд с ходатайством об аресте Михаила Бегуна. За два года, что генерал-майор работает в должности, нареканий к нему не было. Артем Бяков, Вести, дежурная часть, Томск. Субтитры создавал DimaTorzok